До начала нового учебного года остались считанные дни. В учебных заведениях кипит работа по подготовке к первому сентября. В летний период в них велись ремонтные работы, которые завершатся ко дню знаний. За лето школы привели в порядок свои помещения. Город сделал некоторые инвестиции. Также из собственных доходов, то есть заработанных денег за аренду, школы отремонтировали классы. Отремонтировали частично общие помещения, которые у них есть. Отремонтированы в Малевской основной школе также и мастерская для мальчиков. Для кабинета труда сделана у нас вентиляция. В Малевской основной школе также отремонтировали, частично исправили недостатки, которые имели в своих бассейне. В Славянской основной школе отремонтировали кабинет английского языка. В Ярвецкой русской гимназии отремонтировали половое покрытие на втором этаже. Город нашел средства для этого. Также в школах поменены электропроводки, выполнены предписания, заменены электрические щиты. И также в Ярвецкой эстонской гимназии идет ремонт крыши. В этом году в городе Кохт-Лоярве за парты сядет 348 первоклассников. Вице-мэр Нина Алексеева сообщила, что в этом году их на 20 человек меньше, чем в прошлом. В то же время есть и положительные показатели. Количество молодых людей, выбравших гимназическую ступень образования, увеличилось. По окончанию основной школы в гимназиях Кохт-Лоярве решили продолжить свое обучение 170 учеников. Это на 30 человек больше, чем в прошлом году. В нашем государстве в этом году ожидается первый класс, и вообще в школу обучаются, пойдут 143 тысячи учеников. И Министерство образования говорит о том, что это тоже на 20 тысяч меньше учащихся, чем в прошлом году. В стране идет такая тенденция, что количество учеников растет в больших городах. Это столица нашей родины, город Таллинн, Тарту и Пярну. А в маленьких городах количество учащихся значительно уменьшается. Это значит, что народ переезжает жить в столицу больше. Этому есть множество различных причин.